Всем привет! Напомню, что как только были анонсированы процессоры архитектуры Zen 2, вышло подобное видео, но тогда сведений было мало. Не все официально были подтверждены, так что я сразу же сказал, что видео может быть дополнено и исправлено. Ну и в планах было дождаться выхода 12-ядерного райзена с целью купить его, а пока бы он ко мне ехал. За неделю до выхода тестов я хотел сделать видео про архитектуру Zen 2, как затравку к тестам. А общая цель была купить и i9-9900K, и 12-ядерник от AMD. Они имеют сравнимые ценники, и учитывая, что я не работаю ни с AMD, ни с Intel, иметь такие сравнительные тесты было бы неплохо. Но долгое время 12-ядерник продавался за ценник под 50 тысяч рублей. В общем, за цену слишком высокую для него. Сейчас уже есть магазины, которые снизили цену до нормального уровня. А есть ещё, где он стоит, как и раньше. Е-каталог, кроме возможности посмотреть характеристики и отзывы на товары, а также, кроме возможности сравнения товаров, даёт ещё информацию и по динамике изменения цен в магазинах. И, естественно, список цен в магазинах вашего региона для выбранного товара вы тоже можете посмотреть. И потом совершить покупку максимально выгодно для себя. Но цены упали слишком поздно. Через месяц AMD откроет 4000 линейку процессоров, начиная с EPU. Правда, они будут на Zen 2. Но это всё плавно перетечёт в март-апрель, когда уже будут анонсированы обычные Zen 3 райзены. Наверное, к осени уже и сами процессоры выйдут. То есть, в общем, нет никакого интереса делать тесты текущего процессора, когда через месяца 3 будут анонсированы уже новые. В общем, лишние траты денег и времени. Но видео про микроархитектуру я обещал, и данные по архитектуре уже тоже давно доступны, так что пора это видео выпустить. Начнём же мы с глобальных изменений. То есть, не на уровне ядра, а уровне всего процессора. Во-первых, процессор переехал с монолитной компоновки к чиплетной компоновке. Если коротко, то AMD вырезали из процессора часть с ядрами, добавили к ней контроллер Infinity Fabric, и сделали из этого отдельный кристалл на современном техпроцессе. Внеядерные части собрали в кучу, сделали из этого ещё один кристалл. Это, естественно, приносит как плюсы, так и минусы. Плюсы – это, безусловно, стоимость производства. Сейчас одни и те же чиплеты с ядрами применяются и в Ryzen, и в Trade Reaper, и в Epic процессорах. То есть, TSMC просто штампует маленькие кристаллы на 7 нанометрах, и всё. Маленькие кристаллы – это экономически очень выгодно. Себестоимость производства рассчитывать надо не на один процессор, а на целую кремниевую пластину. При малой площади кристаллов из одной пластины получается больше процессоров, а значит, при одинаковой стоимости изготовления пластины, каждый отдельный процессор дешевле в производстве. Кроме этого, в процессе производства неизбежен брак. Если кристаллы крупные, то одинаковое количество дефектов приведёт к выходу из строя кристаллов в существенно большей площади. Именно технологическая оптимизация была главной особенностью, и скорее всего, главной целью, которую AMD ставили перед собой. Но, естественно, такой подход приносит и свои недостатки. Объединить кристаллы друг с другом можно двумя способами. Ну, вернее, двумя с половиной способами, если говорить ещё и про Intel и кремниевые мосты. У AMD же выбора было только два. Первый – это поставить чиплеты на общую кремниевую подложку, и через подложку соединять кристаллы так, как будто это и вовсе один кристалл, ничем себя не ограничиваясь, как это происходит при подключении HBM памяти, например. Такой метод бы позволил не получить значительного роста задержек между чиплетами, и в целом можно было бы оставить ядра Zen Plus практически неизменными. Но это бы потребовало делать к маленьким кристаллам ядер и кристаллу с контроллерами ещё общий большой кристалл-подложку. Он был бы не супердорогой, так как требовал бы меньшего числа технологических операций, чем для ядер и контроллеров, и это можно было бы делать на старом оборудовании из менее чистых материалов, и это бы тоже работало. Но это всё равно дополнительные затраты, и кроме этого, скорее всего, пришлось бы попрощаться с сокетом AM4 в пользу более крупного решения. Не исключено, что пришлось бы даже опять поменять расположение отверстий под кулер. Второй путь для AMD был разделить кристаллы, соединив их через текстолит. Это решение с точки зрения производительности плохое, и в целом отбрасывало процессоры примерно к началу 2010-х годов по производительности, если бы не тот факт, что 7 нм дали возможность сильно увеличить число транзисторов в чиплетах и пустить эти транзисторы на то, чтобы сделать сами ядра и чиплеты с ядрами более независимыми от всего внешнего мира. Вдвое была увеличена ширина Infinity Fabric, и это частично решило вопрос обменов между компонентами, но только в части пропускной способности, а не задержек. А главное орудие, которое заметно невооруженным взглядом, это двухкратное увеличение кэш-памяти L3. Процессорам гораздо реже надо обращаться к кэшу не своего модуля, то есть к кэшу соседнего модуля, через который идет одна шина Infinity Fabric, и к кэшу других модулей, которые находятся на другом чиплете, где шин Infinity Fabric получается уже больше. То есть надо обратиться через внутреннюю шину одного кристалла контроллеру Infinity Fabric, через этот контроллер обратиться к чиплету с контроллерами, через этот же чиплет обратиться опять через Infinity Fabric к соседнему чиплету, там обратиться к контроллеру Infinity Fabric нужного модуля, и в него послать запрос нужных данных. И данные этим же длинным путем должны вернуться обратно. Собственно, увеличение кэша L3 позволило делать такие манипуляции гораздо реже. И это главное вынужденное изменение, которое, как практика показывает слегкой, покрыло недостатки, связанные с отделением контроллера памяти от ядер. Помимо этого AMD еще выделили отдельный делитель для частоты шин Infinity Fabric, что позволило добиться большего разгона памяти. Правда, с оговорками. На частоте выше 3800 МГц по памяти включается половинный множитель для Infinity Fabric, который рушит весь потенциальный прирост в уменьшении задержек с дальнейшим разгоном памяти. Так что практическая область разгона памяти осталась 3800 МГц. Но с другой стороны, этот делитель показал то, насколько хороший в райзенах контроллер памяти. Не в задержках, правда, а в частоте. Сейчас рекорды разгона памяти DDR4 за райзенами. Но общей компоновкой и увеличением кэша изменения не ограничиваются. Есть изменения и в самой микроархитектуре ядер. То есть AMD не просто взяли блоки ядер, добавили кэша и вышел новый процессор. Но в целом сами ядра поменялись не столь значительно. То есть основа микроархитектуры осталась той же, но была оптимизирована и местами улучшена. Ну и начнем мы с визуализации конвейера ядер для архитектуры Zen+. Без него сложно будет понять, что и где поменялось. Весь конвейер можно разделить по своему назначению на несколько частей. Представим, что начало конвейера сверху, а завершение снизу. То есть сверху у нас поступает задача, а снизу получаются результаты. И ядро процессора можно разделить на несколько функциональных зон. Первая – это зона для декодирования инструкции, а также тут находится предсказатель ветвлений. Далее идет зона, которая передает данные от первой функциональной группы блоков к последующим функциональным группам. Для AMD далее происходит разделение конвейера на две практически независимые ветви. Это блоки целочисленных операций и блоки операций с плавающей точкой. Каждая из которых включает в себя и регистры для временного хранения информации, и исполнительные блоки, которые отвечают за выполнение задач и за работу с памятью. Общий смысл работы следующий. Новые инструкции заходят сверху, декодируются в понятные процессоры микрооперации и затем в зависимости от типа переводятся либо в сторону ALU, либо в сторону FPU. Выполняются и записываются. Все остальное – это тонкости, связанные с повторным использованием данных, перемещению этих данных, с накоплением их в очередях и записи их после выполнения. А теоретическая производительность описывается в целом двумя параметрами. Первый – это сколько процессор может декодировать инструкции за такт, то есть шириной входа конвейера. И второй параметр – это сколько процессор может выполнить инструкции за такт, то есть шириной, грубо говоря, выхода конвейера. Кроме теоретической производительности, еще есть вопрос и практической производительности, о котором поговорим чуть позже. Но, к слову, изменилась и теоретическая, и практическая производительность. С точки зрения ширины входа изменений у Zen 2 в сравнении с Zen Plus нет. Это те же 4 инструкции на такт для декодера, плюс до 8 инструкций, которые ранее были помещены в очередь микроопераций и хранились в кэше микроопераций. К слову, в некоторых источниках говорится о том, что из кэша микроопераций и из декодера может в сумме выходить 8 операций за такт. Но на слайдах самой AMD это 8 микроопераций из кэша, уже декодированных, и 4 микрооперации вновь декодированных, то есть в сумме до 12 микроопераций за такт. Будем считать, что слайды AMD более достоверны. Далее специальный передатчик может за такт передать до 6 микроопераций за такт в сторону целочисленных блоков и до 4 микроопераций в сторону блоков вычислений с плавающей точкой. В самих половинах также еще есть свои небольшие регистры для хранения текущих данных и построения небольших очередей. И далее все это отправляется на исполнительные блоки. И вот тут как раз начинаются первые изменения с точки зрения теоретической производительности Zen 2, а все что было ранее в рассказе для теоретической производительности Zen Plus и Zen 2 одинаковы. А вот с исполнительными блоками разница есть. AMD добавили один исполнительный блок для генерации адресов, который принадлежит половине в которой расположены исполнительные блоки для целочисленных вычислений. То есть в этой части стало возможно выполнять не 6 инструкций за такт, а 7 инструкций за такт. Изменился планировщик для блоков генерации адресов, раньше их было 2, теперь они стали единым целым. Также немного изменились планировщики для АЛУ. И для хранения данных для этих планировщиков был увеличен регистр, который ранее мог хранить 168 записей, а в Zen 2 его увеличили до 180 записей. Несколько возросла и очередь хранилища записей для АГУ, с 44 до 48 мест. В целом про изменения в регистрах будет речь, когда рассказ дойдет до практической разницы. Но в данном месте ширина конвейера увеличилась на 16% за счет еще одного исполнительного блока, а величина мест для записей, которые обслуживают эти конвейеры, увеличилась на 7%. Скорее всего AMD посчитали, что им нужны именно эти 7% увеличения мест для записей для нового блока генерации адресов. Так что тут, скорее всего, практическая производительность от увеличения записей в очередях не изменилась. А от нового исполнительного блока, конечно, прирост быть в тех или иных задачах должен быть. А вот с блоками в зоне FPU изменения произошли более значительные. По количеству и составу изменений нет. Это два блока для сложения и два для умножения. Но теперь они стали 256-битными. То есть вдвое шире, чем были в Zen+. В Zen+, 256-битные сложения занимало сразу два блока сложения. И 256-битное умножение занимало также оба блока умножения. А также передача этих инструкций занимала два такта. Сейчас же в Zen2 весь тракт передачи и выполнения 256-битных инструкций для операции с плавающей точкой 256-битной. То есть передачи и выполнения происходят по одному такту и используются по одному соответствующему исполнительному блоку, а не по два. В теории все понятно. Прирост выполнения операции за такт максимум до 16%. В операциях хроме AVX256 за счет увеличения числа исполнительных блоков. И 100% прирост в AVX256 за счет увеличения ширины FPU. Примерно такие цифры сами AMD заявили. Сложнее дела обстоят с практикой. Я уже упомянул ранее, что исполнительные блоки целиком задействуются не каждый такт. То есть в некоторые такты для части блоков не подбираются задачи, которые они могут выполнить. Более того, даже можно увидеть, что в сторону ALU и AGU поступает 6 микроопераций за такт, а выполнить они могут 7. Как бы не сходятся циферки. И сверху можно увидеть, что в теории процессор может передать целых 12 микроопераций в сторону исполнительных блоков, а передает 6 плюс 4 максимум. То есть 10. Иными словами, всегда все блоки не задействуются и это нормально. Если бы не SMT, как тут в Ryzen или HyperTrading у Intel, то блоки бы задействовались еще менее плотно. Тут-то и возникают все отличия между теоретической и реальной практической производительностью. Допустим, из-за отделения контроллера в памяти появился еще один посредник в виде Infinity Fabric. Соответственно, увеличиваются задержки обращения в память, из-за которых чаще могут возникать простые процессора, от того, что он не может получить данные или ошибся в своих предположениях, и ему пришлось вовсе сбросить весь конвейер. Для парирования этого практического снижения производительности был увеличен кэш L3. Процессор также долго будет ждать данных из оперативной памяти, но из-за большего кэша делать это он будет реже. А общее время простоя как бы уравнивается тем, что простой как бы дольше, но по количеству их меньше. Как показывает практика с играми, на Zen 2, скорее всего, общее время простоя из-за увеличения кэша даже с большими задержками чуть-чуть уменьшилось. Ну и то, что стало меньше обращений по Infinity Fabric, так как у ядер больше своего собственного внутреннего кэша, это тоже хорошо. Но работа с кэшем L3 это внеядерная часть. Ну и в самом ядре разница в новых райзенах тоже есть. Во-первых, процессор не всегда использует только-только декодированные микрооперации, зачастую это связано с тем, что процессор еще не знает, с чем это делать. Допустим, процессору надо к A прибавить единицу, а потом сравнить больше ли A, чем 0. И эти инструкции идут на процессор, допустим, подряд. И он их декодирует, но конвейер длинный. Пока сложение пройдет от входа до выхода, и процессор получит новую A, для сравнения пройдет больше 10 тактов. Процессор не может просто ждать 10 тактов. Поэтому по своей готовности процессор оценивает, каким будет результат для ветвления в будущем. Исходя из предыдущих операций, делает предположение, не дожидаясь того, пока необходимая операция пройдет, весь конвейер выполняет следующие операции. Бывают, конечно, и ошибочные предположения, и тогда весь конвейер сбрасывается, и сбрасываются результаты всех операций, выполненных после предположения. И в таком случае по новой декодировать все микрооперации не надо, потому что они сохраняются в кэше. Откуда их можно забрать, уже не декодируя заново. Эти механизмы забегания вперед довольно сложны, и во многом они определяют реальную производительность современных процессоров. То есть, чем она лучше работает, тем выше реальная эффективность. В AMD для Zen 2 усовершенствовали эти механизмы предположений, ввели более сложную и точную логику, а также выделили больше места для хранения записей, которые процессор может анализировать для принятия решений. В итоге эти изменения по данным AMD позволили ошибаться процессору при предположениях на 30% реже. Ну и надо понимать, что это не значит, что процессор стал на 30% лучше. Допустим, раньше процессор ошибался в 15% предсказаний, а сейчас стал ошибаться на 30% реже. То есть, допустим, в 10% предсказаний. То есть разница будет 5%. На деле процент ошибок от общего числа предсказаний AMD не рассказывает. Так что реальный прирост из имеющихся цифр мы получить, к сожалению, не можем. Но в любом случае стало лучше, чем было. Помимо этого, AMD вдвое увеличили хранилище для уже декодированных микроопераций с 2000 до 4000 мест. То есть всякие запасы процессор может хранить чуть дольше и запасов этих намного больше. Это упростит для процессора подбор более выгодных комбинаций, передающихся в исполнительные блоки задач, для более плотного занятия этих исполнительных блоков каждый такт, то есть для увеличения реальной производительности. Но увеличение этого буфера до 4000 мест было сопровождено уменьшением буфера для еще не декодированных команд в кэше L1. То есть был уменьшен кэш L1 инструкций. В общем, тут вопрос практической отработки архитектуры. В AMD посмотрели на реальную работу на практике и перераспределили ресурсы так, чтобы они работали более эффективно. Ну и на этом про саму архитектуру ядер в общем-то все. Осталось только контроллеры, вынесенные в отдельный чиплет. Помимо переезда в отдельный чиплет, изменения коснулись и самих контроллеров. В частности, контроллеры PCI-Express, который вырос с третьей версии до четвертой. Учитывая еще и удвоение ширины Infinity Fabric, можно говорить о том, что внутренние части процессора к большим объемам данных для PCI-Express 4 готовы. Скорее всего были обновлены некоторые другие контроллеры. По меньшей мере, выделение делителя для Infinity Fabric скорее всего потребовало каких-то значительных изменений и в контроллеры памяти, с которыми они раньше работали исключительно синхронно, и в контроллерах Infinity Fabric. Но подробностей об этих изменениях, к сожалению, нет. Подводя итоги, в совокупности, несмотря на огромные опасения в части разделения на чиплеты, AMD, как показала практика, смогли, правда за счет грубой силы транзисторного бюджета, нивелировать негативное влияние чиплетной архитектуры. Процессоры получились хороши и в однопоточной нагрузке, и в многопоточной. Есть отдельные задачи, в которых Intel с одной кольцевой шиной сильно выигрывают, но уже не так сильно, как раньше, по большей части за счет увеличения кэша в ядерных модулях. Но если говорить про процессоры на сокете 2066 от Intel, то и эти процессоры в таких же задачах уступают обычным процессорам Intel с кольцевой шиной. То есть не только AMD, но и сами Intel. Много ядер сделать так же эффективно, как и мало, не могут. И в общем можно сказать, что Zen 2 довольно удачная архитектура. Надеюсь видео было полезно или интересно, если так, то подписывайтесь на канал, если ранее этого не сделали. Ну а пока, всем пока и до новых видео!